Открой рот! Чемпионат с таким названием впервые проходит в Чебоксарах. Что стало предметом соревнований, расскажет Дарина Игнатьева. Предприниматели и учителя, офисные клерки и рабочие. Все эти люди собрались здесь для того, чтобы красиво и выразительно прочитать отрывок из любого художественного произведения. Чемпионат России по чтению вслух проходит в 111 городах России. В Чебоксарах впервые. Одной из самых главных задач нашего чемпионата является собрать вместе интересных людей, которые любят читать, любят книги, но по каким-то причинам либо не пишут их, либо не читают их. И это мероприятие позволяет им всем собраться и в веселой атмосфере почитать книжки, которые, возможно, когда-то в детстве хотели почитать. Или где-то видели что-то о них, слышали, но им не попадались. Книжки отобраны с особым цинизмом, как это всегда бывает. Участников оценивают жюри. Оценки ставят по двум критериям. Первая оценка за технику чтения и вторая оценка за артистизм. Ежеквартальные отчеты и барховские переводы. Вот из чего состоит жизнь Татьяны Абукиной. Сегодня молодой бухгалтер решила попробовать себя в новом амплуа. Девушки не удалось снискать расположение членов жюри. За выразительность ноль баллов. Зато удача повернулась лицом к актеру мимического жанра Владимиру Блышкову. Сорвать аплодисменты удалось и столичному радиоведущему Дмитрию Редичкину. Двое мужчин стали главными соперниками в финальном туре соревнования. В итоге лучшим было признано чтение Владимира. Я пришел поучаствовать, потому что это знаете как спортивный интерес. Ради спортивного интереса поучаствовать, повеселиться, дурака повалять. Вот это мне нравится. То есть не ради победы, нет. Вот так играючи Владимир Блышков отправится на финальный поединок в Москву. А нам остается пожелать чебоксарскому актеру удачи и веры в собственные силы. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика.